Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря традиционный для четверга отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Его мы ждем в 12.30 по GMT. Ни в коем случае нельзя игнорировать этот релиз, учитывая то, что протоколы последнего заседания американского регулятора явно содержали тезисное заявление о том, что сильный крепкий рынок труда продолжает подстегивать рост инфляции. И, собственно, поэтому представители американского регулятора обозначили высокую степень неопределенности, которая сохраняется в экономике, и готовность к дальнейшему повышению процентной ставки, потому что лично большинство представителей ФРС, я думаю, что, скажем так, элита голосующих членов американского регулятора уверены, что индекс потребительских цен в США выйдет на новые локальные максимумы. Я, честно говоря, в этом тоже не сомневаюсь и надеюсь, что многие из вас также думают, потому что даже последние отчеты по инфляции явно нам подсветили, что инфляционные риски сохраняются. А если предположить, что в ближайшие недели бренд на эскалации конфликта на Ближнем Востоке и WTI, собственно, рынок нефти, начнет тестировать психологические уровни в районе 100 долларов за баррель, да, инфляция точно выйдет на новые максимумы. И это заставит регуляторы действовать активнее в плане корректировки ключевой процентной ставки. Поэтому сегодняшний релиз по первичным заявкам на пособие по безработице нужно будет проанализировать внимательно. Я, собственно, опять же жду, что общее количество будет примерно в диапазоне 200-210 тысяч. Это хороший отчет, который должен поддержать позиции доллара. И самое главное событие, многие считают, что даже не только торговой сессии, но и недели, это выступление Паула, которое состоится в 16.00 по GMC. Очень много отчетов было за последние две недели, с тех пор, как у нас была возможность послушать Паула в последний раз, крайний раз. И нужно, чтобы глава американского регулятора подытожил все это в плане общего состояния экономики и того, изменилась ли позиция Федеризирова за последнее время, с момента последнего заседания американского регулятора. Сейчас, когда для многих очевидно, что американскому регулятору нужно снова повысить ключевую процентную ставку. Ну, конечно же, самое главное, пресс-конференция нас ждет еще впереди в ноябре, когда состоится, собственно, следующее заседание Федеризерва. Под закрытие текущей торговой сессии в 23.30 ждем отчет по инфляции. В Японии мы до сих пор никак не можем добить по паре доллар-иена сопротивление 150 иен за доллар, хотя все меньше и меньше пунктов. В текущей котировке 149.80 и допускают, что сегодня, друзья, мы все же сделаем эту цель. Напомню, что не нужно рисковать, испытывать удачу, рассчитывать на то, что пара даст еще больше пунктов в плане восходящего движения. Не забывайте, что в любой момент могут произойти валютные интервенции, в которых Банк Японии, конечно же, не признается. Теперь давайте по порядку. Начнем с рынка нефти. Почти 91 доллар за баррель по бренду сейчас мы видим. Есть как минимум три группы факторов, которые поддерживают нефть. Во-первых, это эскалация конфликта на Ближнем Востоке, Палестино-Израильского конфликта. Иран, который обсуждают как следующий регион, который может быть вовлечен в этот конфликт, судя по всему, действительно может стать участником. Последнее заявление Ирана, который призывает ввести эмбарго на поставки топлива в Израиль. И эта риторика может быть предвестником того, что Иран явно встает на сторону одного из участников. И если дело дойдет до дальнейшей эскалации и расширения географии этого конфликта, то ранее отмечал, нам придется говорить о значительных рисках для перебоев поставок. Это, пожалуй, для всех трейдеров сейчас основной катализатор роста цен на нефть. Третья, точнее вторая группа факторов, это китайская статистика. ВВП в третьем квартале китайской экономики вырос на 1,3%. Промышленное производство выросло на 4,5%. И динамика промышленного производства, это и есть индикатор спроса на углеводороды. Здесь нужно делать вполне логичные и правильные выводы, что раз растет промышленное производство, будем надеяться, что эта статистика не совсем рисованная, хотя я в этом, конечно же, немного сомневаюсь. Но если в этом отчете есть какая-то база роста, то все равно будет достаточно, чтобы китайская экономика под конец этого года и в начале следующего обеспечивала хорошие показатели спроса. Поэтому рост спроса на нефть на фоне очевидного снижения предложения, то, что будет оставаться основным драйвером для восходящего движения котировок Brent и WTI. И третья группа факторов – это данные по запасам нефти США, нефти, бензин и дистиллятов. Но мы делаем акцент всегда на нефть. На прошлой неделе они снизились на 4,5 миллиона баррелей. Позитивный фактор для котировок. Ждем, друзья, 95 долларов за баррель. Индекс доллара растет. 106,40 текущей котировки. Количество выданных разрешений на строительство в прошлом месяце выросло на 7%. Делаем вывод, что рынок недвижимости устойчив к текущему уровню ключевой процентной ставки. И, наверное, это еще один сигнал, либо подтверждение того, что американский регулятор может в меньшей степени сейчас опасаться за какие-то крайне негативные последствия для экономики из-за того цикла повышения ставки, который проводится уже, скажем, не один месяц. И если рынок недвижимости справляется с текущим уровнем процентной ставки, то, может быть, ФРС способен поднять ставку еще один раз, как минимум, на 25 байсных пунктов. Из заявления представителя американского регулятора стоит отметить комментарии Баркина и Кашкаре о том, что ставку нужно повысить. Но эти комментарии, мне кажется, еще больше запутали всех инвесторов, потому что, ну, прям совсем разнится мнение. Одни поддерживают идею ужесточения политики, другие выступают против. В таких условиях я предлагаю не делать акцент на риторику представителей Федрезерва. И если вам все-таки хочется это сделать, то лучше ориентироваться на позицию главы американского регулятора Джерома Пауэлла. И сегодня как раз у нас будет возможность его послушать. Ранее, с прошлых дней тянется фундаментальная поддержка в виде сильных данных по роничным продажам и промышленному производству. Десятилетние доходности Трежерис обновляют многолетние максимумы почти 5%. Сейчас это какой-то нонсенс, это уже максимумы с 2006 года. Бумаги с более коротким периодом погашения двухлетней облигации уже держатся в районе 5,2-5,3%. На фоне такой доходности хочу параллельно обратить внимание на фондовый рынок. В частности, S&P сейчас котировки 4332 пункта. Но в таких условиях, если ралли доходности Трежерис продолжится, американскому фондовому рынку придется очень тяжко. И я фактически рекомендую вам смотреть уже на снижение индекса S&P до отметки 4000 пунктов. Трейдеры будут с большим интересом сейчас обращаться к сверхнадежным американским облигациям, которые и так гарантируют приличную доходность. Повышение процентной ставки потенциальное в ноябре – это тоже негативный фактор для S&P, NASDAQ и Dow Jones. Золото пока что без рекомендаций. Европейская валюта против доллара 1,0533. Ждем закрепления ниже отметки 1,05. Вчерашние данные подтвердили снижение индекса потребительских цен в евро-зоне, если говорить о траектории за прошедший год. Общий показатель инфляции 4,3%, базовая инфляция 4,5%. И траектория снижения инфляции, конечно же, позволяет Европейскому Центральному Банку, может быть, даже завершить цикл ушесточения монетарной политики. Лагард, кстати, ничего нового, интересного не сказала. Поэтому ждем, что евро так и будет оставаться без поддержки дальнейшего роста ставок и продолжит испытывать прессинг со стороны американского доллара. Британская валюта цели 1,20 все также актуальна. При темпах снижения, которые мы наблюдаем сегодня на азиатской сессии, сейчас котировки находятся на отметке 1,2125. Я думаю, что 1,20 это цель, которая будет реализована в ближайшие торговые сессии. На фунт давят крайне печальные экономические перспективы на фоне высокой инфляции. Базовый индекс потребительских цен в Англии находится на отметке 6,1%. Общий показатель инфляции 6,7%. Это то, что будет сильно ограничивать рост ВВП из-за значительного давления на потребительскую активность. И пара доллар-иена уже в двух словах сказала, что цель 150 все еще актуальна. Аналитики Бломбер прогнозируют, что инфляция в Японии в этом году составит 3%, против прошлого прогноза 2,5%. Но мы знаем то, что Банк Японии сам не реагирует на инфляционные риски, считает, что стимулирующую политику нужно оставить и дальше. Поэтому это тоже негативный фактор для японской валюты. Вкупе со слабыми данными по промышленному производству, по ВВП, которые мы анализировали в последней торговой сессии, у доллара сейчас больше шансов быть защитным инструментом и лидером роста в этом ДВТ-активу. Поэтому ждем 150. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.